Стюарт Гордон Кинорежиссер из Чикаго, снискавший себе славу в таких жанрах, как ужасы, триллер, драма и фантастика. Как и его коллега по цеху Гильермо Дель Торо, Стюарт – большой фанат творчества писателя Говарда Лавкрафта. Ему даже удалось удачно перенести на экран несколько его произведений. Помимо этого, большинство фильмов Гордона могут похвастаться наличием откровенных эротических сцен и обнаженки, за счет которых режиссер и приобрел некоторый успех. Пик популярности Стюарта пришелся на середину 80-х и начало 90-х годов, но он также принимал участие над созданием знаменитого сериала «Мастера ужасов». Стюарт Гордон снимает в основном малобюджетные фильмы с рейтингом R, которые не собирают большую кассу. Однако, малобюджетное кино не всегда означает плохое. Многие из его кинокартин были высоко оценены критиками, а некоторые работы и вовсе стали культовыми в жанре хоррор. И о некоторых таких работах мы сегодня и поговорим. Сразу скажу, что большинство картин – это низкобюджетный артхаус, рассчитанный сугубо на любителей немейнстримового кино. Так что поехали. Король муравьев Остросюжетный триллер, выпущенный в 2003 году. В этой истории юноша по имени Шон Кроули сводит концы с концами. Чтобы выжить, он берется за абсолютно любую работу. И вот однажды на очередной подработке он встречает человека по имени Дюк, который предлагает ему поработать на его босса. Шон, само собой, соглашается. Встретившись с боссом, ему за кругленькую сумму денег поручают убить человека, который препятствует развитию их строительного бизнеса. Шон, конечно же, берется за дело и убивает невиновного человека. Причем убивает он его довольно непрофессионально. Выполнив свое дело, главного героя начинает мучить о раскаянии. Вдобавок, заказчик убийства внезапно отказывается следовать договоренностям. Но я это сделал, и я хочу денег. Я не уеду из города, пока их не получу. Если мне придется вышибать их из вас, я... И ничтожество. Бесполезный кусок дерьма. Ты уже вляпался так, что дальше лучше не влезать. И не смей указывать мне, что делать. Босс решает не платить за выполненную работу обещанное вознаграждение в 13 тысяч долларов. Ну а дальше дела принимают непредвиденный оборот, где герою предстоит вести борьбу за собственную жизнь. По-моему, вот так. Пятерка, вот так. Четыре. Король муравьев – это довольно жестокий и психологический триллер с откровенными сценами насилия. Фильм не для всех, но несмотря на это, данную картину посмотреть все же стоит. Лента смотрится легко, а заодно можно увидеть трансформацию главного героя из неуклюжего убийцы-дилетантов, циничного и жестокого маньяка. Также в картине содержится поучительная мораль. Смотри, я нашел тебя. Нашел, вот. Ты насекомая, чертов муравей. Видишь вон того? Он вылит и ты. Что за чертов мир? Ты хочешь жить в таком мире? Мне плохо. Ты что, слеп? Я бы порадовался, если бы я так же повел себя. Я задал вопрос, нужна ли монетка? Счастливчик Эдмонд Психологическая драма, вышедшая в 2005 году с Уильямом Мэйси в главной роли. По сюжету, главный герой по имени Эдмонд, доведенный до отчаяния и однообразием своей жизни, решает вырваться из рутины и обрести свободу. Он бросает жену, престижную работу и становится обитателем так называемого Нью-Йоркского дна. Выброшенный на улицу, добропорядочный и интеллигентный Эд сразу же сталкивается с суровыми реалиями ночного города. Сперва ему не удается как следует снять девушку в публичном доме, а затем его грабят уличные мошенники. Спустя некоторое время Эдмонд, пытаясь доказать миру, что он не пустое место, пускается во все тяжкие и превращается из скромного вежливого клерка в уличного дебошира и опасного преступника. Фильм рассказывает историю маленького человека в огромном мире, который до определенного момента жил полноценной жизнью и даже представить не мог, что жизнь эта была совершенно не для него. В картине также присутствует замечательная актерская игра и довольно непредсказуемая концовка. Я с тобой говорю, что я хамень, я предложил тебя отлежать, я сказал, что у матери была такая же шмепа, шлюха, что я собака, я бы тебе лицо разрезал, я бы тебе разрезал твою мескую рожу. Пожалуйста, помогите. Космические дальнобойщики В данной ленте Здесь немного черного юмора, немного боевика, немного эротики и других штампов. Требовать от этого фильма каких-то откровений и закрученного сюжета явно не стоит, поскольку космические дальнобойщики это великолепная фантастическая комедия, пародирующая множество культовых научно-фантастических фильмов и сериалов. Кто смотрел, тот поймет, о чем я. Также порадовал актерский состав. Главную роль здесь исполняет Деннис Хоппер. Его образ харизматичного и циничного капитана космогрузовика запоминается сразу. Кроме него в картине отметился Стивен Дорф, знакомый всем нам по роли Фроста в первом Блэйде. Еще можно увидеть Тайвина Ланнистера в образе полукиборга и предводителя космических пиратов. Я воссоздал все. Каждый орган. Эй, красавчик, если твоя задница так же хороша, как мордашка, давай, ложись рядом со мной. Считай, что ты мертвец. Ха-ха-ха, я подожду. Фильм «Крепость» – это культовый фантастический боевик, снятый в жанре антиутопии с Кристофером Ламбертом в главной роли. 2013 год. На планете начался демографический взрыв, но вследствие этого и дефицит природных ресурсов. И чтобы урегулировать численность населения, появился новый закон, ограничивающий рождаемость. Каждая женщина должна иметь только одного ребенка, без каких-либо исключений. Но одна супружеская пара нарушает этот закон, за что приговариваются к огромному сроку лишения свободы. Супруги Джон и Карен Брэнник оказываются в некой подземной тюрьме под названием «Крепость», оборудованной сверхсовременными технологиями, из которой еще никому не удавалось бежать. Изначально, кстати, планировалось, что эту картину будет снимать другой режиссер, а главную роль сыграет Арнольд Шварценеггер. Но затем бюджет фильма сильно урезали, и в итоге фильм достался Стюарту Гордону. Даже несмотря на это, получился весьма эффектный фантастический тюремный боевик, который незаслуженно провалился в прокате. Однако это не помешало через семь лет выпустить продолжение о судьбе Джона Брэнника в картине «Крепость 2». В общем, лента отлично подойдет для всех любителей классической боевой фантастики, и для коллекционеров фильмов на тюремную тематику. Больше не могу. Я сейчас выйду отсюда. Давай, поджар с Василен. Извне это старенький, но добротный и качественный классический фильм ужасов от режиссера Стюарта Гордона, по сценарию Говарда Филлипса Лавкрафта и Брайана Юзны. Картина рассказывает нам историю про то, как некий ученый Преториус со своим ассистентом Кроуфордом создают магнитный резонатор, стимулирующий у человека шестое чувство и позволяющий тем самым приоткрывать дверь в иное измерение, наполненное страшными тварями. Из параллельного мира появляется нечто и откусывает голову Преториусу, а его помощник Кроуфорд в панике удирает и в итоге оказывается в дурдоме. Вскоре одна молодая психиатрша по имени Кэтрин решает разобраться во всем этом деле и выяснить, что же произошло в том доме на самом деле. Под свою ответственность она вместе с Кроуфордом и сержантом полиции Браунли отправляется в тот злополучный дом, где сталкивается с необъяснимым монстром. Извне это образцовый ужасик из далеких видеомагнитофонных времен. Фильм давно уже стал классическим представителем хоррора и до сих пор остается одним из лучших в своем жанре. Дурацкий телефон Фильм «Засада» образца 2007 года повествует о молодой женщине Брэнди Боски, которая работает медсестрой в больнице. В один прекрасный день на работе начальница сообщает Брэнди, что она основной кандидат на должность старшей медсестры. Что вы имеете в виду, миссис Питерсон? Я имею в виду, что хочу сделать тебя старшей медсестрой. Старшей медсестрой? Да. Ты бы согласилась? Конечно. Я видела, как ты ведешь себя с пациентами и другими сестрами, и я очень довольна. Закончив рабочий день, Брэнди с подругой отправляются в ночной клуб, чтобы отметить это событие. Там они, разумеется, употребляют алкоголь и наркотики. Затем, возвращаясь домой, Брэнди разговаривает за рулем по телефону и, отвлекшись, сбивает человека. Этим человеком оказывается бездомный мужчина по имени Том. Том оказывается застрявшим в стекле. Испугавшись ответственности, Брэнди не останавливается и приезжает застрявшим Томом к своему дому, где прячет машину в гараж. Опасаясь этим происшествием навредить себе и потерять долгожданное повышение по службе, она цинично решает скрыть случившееся. Брэнди, даже не пытаясь оказать человеку первой помощи, оставляет еще живого мужчину умирать в своем гараже. В фильме затрагивается тема бесчеловечности и цинизма, присущая многим людям. Не буду далее рассказывать о сюжете картины, скажу только, что фильм снят на реальных событиях, произошедших в 2001 году. Урод в замке А слепая дочь семейства начинает рассказывать, что ночью к ней кто-то приходил. Далее начинают находить зверски изуродованные тела и во всем этом, конечно же, обвиняют главу семейства в исполнении Джеффри Компса. Урод в замке – это крепкий, интригующий и довольно самобытный ужастик, снятый по мотивам творчества Говарда Лавкрафта. Фильм жутковат и местами омерзителен, поэтому слабонирным смотреть не рекомендуется. Фильм «Дагон» 2001 года, снятый по стране, сценарию Говарда Филлипса Лавкрафта, заявлен под жанрами ужасы, фэнтези и триллер. Действие фильма начинается на небольшом судне, где четверо друзей, а именно две семейные пары, отдыхают у берегов Испании. Неожиданно налетевшая буря бросает их яхту на камни, и в результате этого одной пассажирке защемляют ногу у дна корабля. Чтобы ее спасти, другая молодая пара отправляется за помощью в ближайший рыбацкий городок. Там они просят помощи у местных жителей, однако люди, встретившие их на берегу, явно не спешат им помочь. Позднее выясняется, что все обитатели этого городка на самом деле кальмарообразные люди, проповедующие некий культ и верующие страшного бога Дагона. Данное творение – это чрезвычайно атмосферный и загадочный триллер-ужастик про культ Ктулху – рыболюдей и несчастных жертв. Несмотря даже на относительно маленький бюджет и разницу с первоисточником, фильм получился довольно интересным и атмосферным. Доктор Крюберс Доктор Крюберс Существуют такие фильмы, вроде бы ничем не примечательные, но невероятно оригинальные и запоминающиеся. Такие, например, как «Реаниматор». «Реаниматор» – дебютная картина Стюарта Гордона и однозначно один из лучших фильмов, снятый по мотивам рассказа Говарда Лавкрафта. Это история о безумном студенте из Швейцарии Герберте Уэсте, который с помощью таинственной сыворотки способен оживлять умерших людей. Это не сколько отличная и своеобразная экранизация повести Говарда Лавкрафта, сколько эталон трэшового фильма ужасов, сочетающий в себе черный юмор, зомби-тематику и здравый трэш-хоррор 80-х годов. Благодаря своим очевидным достоинствам и качествам, фильм очень быстро завоевал сердца многочисленной армии поклонников и стал настоящим культом и шедевром в своем жанре. И если у большинства режиссеров дебют обычно соответствует известной поговорке «Первый блин комом», то в данном случае все с точностью да наоборот. Многие считают, что Стюарту Гордону до сих пор не удалось переплюнуть свою дебютную постановку, хотя этот человек, как вы понимаете, поставил еще немало хороших фильмов. В итоге у нас очень увлекательный, достаточно смешной и умело поставленный фильм о зомби, который прочно зарекомендовал себя в статусе культового. У фильма имеются также два достойных продолжения, снятые уже другими режиссерами. Это «Невеста реаниматора» и «Возвращение реаниматора». В дом! Стой! У режиссера также имеется еще несколько кинокартин, которые я разбирал в предыдущих обзорах. Это фантастический фильм «Робот Джокс» и «Ужастик куклы». Помимо этого есть еще не совсем удачная постановка под названием «Дочь мрака» и историческая драма «Инквизитор, колодец и маятник». Стюарт Гордон – режиссер, конечно, культовый, но, увы, только в узком кругу почитателей. Звезд он с неба не хватал и высокобюджетные блокбастеры не снимал, но, тем не менее, снял несколько фильмов, которыми возвел свое имя в ранг «Маэстро». Разумеется, в первую очередь это картины, снятые по произведениям Говарда Лавкрафта. Ну и на этом у меня все. Оставляйте ваши комментарии и предложения по поводу новых обзоров. Всем счастливо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok